Я расскажу про машинное обучение для предсказания падения систем. Прежде всего, я хочу вас немножко сориентировать, согреть, так сказать. Смотрите, в чем суть доклада? Во-первых, сразу скажу, это просто. Если вы будете ощущать некий некомфорт, что вам что-то непонятно, это просто нехватка опыта. То есть попрактикуйтесь немножко, несколько дней, и вы поймете меня, и вы поймете, что это просто. Просто. Второе. Не нужно обладать специальными знаниями, какими-то глубокими познаниями математики. Я буду говорить с точки зрения бизнеса, с точки зрения конкретной пользы, с точки зрения закона, когда 20% усилий мы решаем 80% задачи. То есть настраивайтесь не на какую-то дискуссию теоретическую, какую-то научную, математическую и так далее, настраивайтесь, пожалуйста, на приятное такое общение и больше получайте информацию, постарайтесь получать информацию именно с сердцем. Потому что математики будет много, но попытайтесь понять интуитивно, о чем я буду говорить. Это ключ к успеху. Ну, поехали. Основная проблема машинного обучения, на мой взгляд, сейчас заключается в том, что вообще мало кто понимает, как оно работает. Мало кто понимает. Потому что... Почему? Потому что... Потому что это сложно. Потому что там много математики и много областей, с которыми мы на практике, может быть, и не встречались никогда, а может, и встречались в УЗИ, там, 20 лет назад. Поэтому сначала будет вводная, потом вводная второго порядка, а потом походим по кейсам применения. Я думаю, это самое интересное будет. Но без вводных, я думаю, будет очень сложно понять. Итак, я обещаю, что будет в математике мало, но не гарантирую. Первое. Сориентируемся. Что происходит вокруг? Сейчас много шума вокруг больших данных. Большие данные... Ну, такое впечатление, что нам создают, развивают желание, что данных много, и в них закопано золото. И вот это вот недавно поняли, что там золото, и начали, значит, нас учить, что надо из данных добывать это золото. А кто может добывать? Математики, статисты, дата-сайентисты, да, и кто-то еще. То есть, первое, нам говорят, что там золото. Второе. Нам говорят, что с помощью машинного обучения можно переплюнуть классические алгоритмы. На самом деле это правда. Ну, то есть, что это такое? На пальцах объясню, опять же, интуитивно. Есть классические алгоритмы решения задач. Мы знаем их. Мы знаем теорию алгоритмической сложности, как она работает. Но нам говорят, что если задача настолько сложная, что она алгоритм уже, машина Тюринга, но не решит эту задачу, то есть там зацикливание какое-то, непонятно, как ее решать, мы не можем аналитически ее решить. Мы начинаем использовать машинное обучение. Фактически мы как бы учим робота, создаем ему в голове вот эту модель, в роботу нейронную модель, да? Ну, и не только нейронную, вероятность, но модель по-разному. И робот эту задачу решает. Почему он ее решает? Можно попытаться понять, но большинство не понимает. Но задача решается гораздо лучше, чем используя стандартные алгоритмы, чем используя признание экспертов. Поэтому машинное обучение на самом деле в умелых руках это ядерная бомба. Еще отпугивает от машинного обучения высокий уровень вхождения и разное непонимание. Я дальше поясню. Смотрите. Вот машинное обучение. Чтобы понять, что это такое, нам надо хорошо понимать высшую математику. Ну, спать с учебником. Компьютер-сайенс, я даже не говорю, этот зубов должен отлетать. Программа инженерия, чтобы понять, как модели запускать, тренировать нейронки. Матстатистика, извините. Половина матобучения, машинное обучение, это матстатистика, это дисперсии, это байосовская фильтра, это байосовый классификатор. Тервер, значит, там параллельный алгоритм, линейная алгебра. Без линейки вы не поймете, что такое логистическая регрессия. Там решается линейное уравнение. Вы не поймете. Там дифференцирование. То есть вообще кошмар какой-то. Реально кошмар. Когда мы идем смотреть вообще, извините, господи, мне нужно просто классифицировать данные, спам не спам. Я захожу в Википедию, я читаю про логистическую регрессию, там вообще трэш какой-то на клингонском языке 99 уровня. Кто это поймет? Это ученые пишут для себя. Но вы понимаете, что рынку это не надо. Рынку нужно простое интуитивное объяснение. Невозможно понять, что здесь без тервера. Невозможно понять, что все сигмоидные функции различные, это ядерные преобразования. Это кошмар вообще. Это неуважение к людям так писать. Я серьезно говорю. Программисты не понимают, что тут написано. Что делать? Ну, конечно, вы можете обложиться книжками, но, извините, вы вот эту книжечку «Теория вероятности Венцель» вы будете решать, вы будете ей заниматься два года, потому что это хороший такой справочник с задачками, еще советский. Это трудная книжка. То есть вы не думаете, что вы возьмете книжки и все поймете за уикенд, за отпуск. Не поймете. Плюс мы же знаем, мы же играем в игры ролевые. Мы же знаем, что персонаж прокачивается, один только персонаж прокачивается хорошо и долго, может быть, два года. Понимаете? То есть кто-то из нас паладин, кто-то барбаран, кто-то некромансер, то есть кто-то программист, кто-то менеджер, а кто-то математик. Нельзя одновременно это все знать. Мы это все прекрасно понимаем. Но забудьте пока. Это я нагнал немножко негативчика. Мы по-другому начнем сейчас эту проблему въезжать. Мы будем въезжать, как въезжали каратисты. Задача карате была победить самурая. Самурая занимался, дрался всю жизнь. Обладал кучами технологий, различных пониманий, тренировок. У него были мячи. Задача была крестьянам победить самурая. Что делали? Обучали крестьян простым движением, простым растяжкам, простым ударам. В итоге получались бойцы, которые могли драться самураями. Все. То есть принцип карате – это 20% усилий, 8% результата. Мы так дальше и двинемся. То есть поймите, мы не будем копать теорию глубоко. Мы будем двигаться, изучать только то, что нужно нам. Я думаю, понятно. Идем дальше. Первое, что нужно понять, это мы, я думаю, проходили еще в начальной школе, что данные, которые мы будем собирать, это числа, это числа с лавой всей точкой, это полиноминальное значение, красный, синий, зеленый. Полиноминальное значение. Полиноминальное значение – да, нет, мужчина, женщина. Даты – графы. Данные могут содержать мусор, всякие выбросы по ошибке. Их нужно отбрасывать. И существуют различные методики для этого. Но нужно понимать, что если вы будете заниматься машинным обучением на данных, в которых есть много выбросов различных, то у вас будет каша. Дальше. Требуются знания, элементарные знания статистики. Элементарные. Средняя, дисперсия. Моменты различные. Первый, второй порядок. Можно тоже понимать, что это такое, всякие асимметрии. Это займет у вас пару часов. Вы прорешаете задачки, поймете. Вот и все. Я думаю, больше копать не надо в мат-статистике пока. Идем дальше. Смотрите, вот тут начинается магия. Мы рассказываем о предиктивном, предиктивном Монтейнс. На самом деле я начну немножко с вектора. Мы будем собирать данные. Пример данных – это данные о покупателе, допустим. Пол, возраст, статус, уровень, обращение в саппорт, счетчики, средний за квартал, за месяц, за день. Например, средний за день. Число обращений в саппорт за день, за месяц, за квартал. Число звонков. То есть различные счетчики. То есть нужно собирать информацию, которая показывает в динамике, что делает пользователь. И самое интересное, никто не знает, какую информацию нужно собирать. Но в контексте, если брать контекст… То есть дальше пойдем. Откуда информацию можно брать? С логов. Мы же говорим об эксплуатации. Можно брать информацию, привязывать куки к человеку, собирать, отслеживать его движение. Ну, допустим, если вы хотите мультиканализировать, то есть понимать, как люди двигаются между системами, но используйте там просто куку, сохраняйте. Ну, то есть сохраняйте одежды к пользователю. Мы собираем куку пользователя, хэш-лицензии для системы рекомендации, ID товара, название товара. То есть для чего этот слайд привел? Это не относится к эксплуатации. Но это пример, какие данные собираются, и тут нужно проявить творчество. В контексте системного администрирования эксплуатации, я сам в бывшем системном администраторе хардкорный, я могу сказать, что можно собирать статистику по загрузке процессора, юзер-систем, скорость произведения диска, процент университета диска. То есть это EOSTAT-командочка выдает. То есть мы собираем метрики системы, которые говорят, процессор загружен так-то, память загружена так-то, кэширование загружено так-то, API работает с такой скоростью, сейчас, средняя за минуту, средняя за пять минут, средняя за полчаса, средняя за час и так далее. Входящий и сходящий трафик, LA, это load of rage. Количество первичных контекстов, командочка высота. То есть мы собираем метрики системы, падение которой мы будем предсказывать. Я думаю, тут понятно, да? Идея сама. Дальше. Самый страшный вопрос – это какие метрики точно нужно собирать? На этот вопрос ответа, к сожалению, нет. На самом деле существует трэшовая ситуация с этим, потому что никто не знает, какие метрики нужно собирать, никто не знает, какие данные, это называется фич инженеринг, никто не знает, какие данные вообще нужны. Но пытаются собрать все, а потом занимаются черной магией. Вот то, что я вижу, Kaggle.com – это астрология и нумерология. Вот я честно скажу, да, там наукой занимаются, но очень подход, очень такой вот, 14 век, 15 век, когда сжигали. Вот. То есть есть понимание, есть как бы, на самом деле уже доказывают, что нейронки могут сами отбирать фичи, которые нужны для анализа, для машинного обучения, лучше. Но и дипленинг. Но эта область, вообще нейронки – это такая, это мода. То есть нейронками увлекались 70-е годы активно, потом, значит, началась зима, да, сказали, что это нифига не перспективно, потом недавно это опять открыли несколько раз. То есть, ну, то есть вот это вот, вокруг нейронок, это такая, очень такая вот область, зыбучие пески. Сейчас вот мода – это дипленинг. Да, он хорошо используется и применяется в машинном зрении, натуралеживающий процессинг, где-то он там показал лучшие результаты, да, там обработка звука, распознавание речи. Но опять-таки, опять-таки это, ну, если вы, ну, то есть осторожненько к этому относитесь. Ну вот пример дипленинга рекуэрентных нейронных сетей. То есть, если эти штуки могут отбирать фичи сами, могут отбирать фичи сами для анализа. Ну, представляете, как они устроены, да? Это вообще смертное убийство, это распознавание образов, а это рекуэрентная нейронная сеть, long-short memory. Это устройство запоминания. То есть, вот эта штука используется для секвенции льюнинга, для, например, обработки языков, для посттаггинга, для генерации, там, вот этих последовательств. Это вообще крутая штука, но никто не понимает, как она работает. Плохо понимает вообще. То есть, она малоисследована. Поэтому, знаете, что это есть? Я предупредил, но осторожно. Теперь, сбор данных. На самом деле, я обещал бизнесмену говорить, значит, дни на реализацию. Собираете данные с счетчиком через жены в слухах, сохраняете нойсквейд решения. У админов вообще логов много. Если логов очень много, то будете обрабатывать их на кластерях Adobe, допустим, Spark. Делайте за дни. Все. Значит, задачу сбора данных и атрибутов мы решили. Двигаемся дальше. Дальше нам нужно датамайнить. Посмотреть, что мы можем угадывать. Ну, допустим, наша задача собрать данные о сервере и предсказать, что он скоро упадет. Я это, понимаете, я это не говорю, шучу. Я очень хорошо знаю, что такое сервер, я знаю, что такое администрирование, Unix, и поэтому говорю. Иногда сложно понять, допустим, когда у вас сложен веб-приложение, когда у вас база, когда у вас такая разная нагрузка. Вы не можете сказать точно, что, допустим, начался DDoS или, допустим, ошибка в приложении, или система скоро зависнет. Вы хотите это предвосхитить, а дальше мы будем подробно об этом говорить. И потом обучить модель, которая вам заранее предупреждала, что системе станет плохо. Об этом, в принципе, доклад. Существуют готовые инструменты. Смотрите, можно, конечно, закопаться в программировании, на Python, R писать, можно долго программировать, а можно взять готовые решения. Я их не рекламирую. Вот RapidMiner бесплатная версия, пятая, скачивайте, пожалуйста, работайте. Она позволяет быстро модельки создать. Можно чуть-чуть попрограммировать, если есть программисты. На Spark и Malib это бесплатная библиотека, машина обучения. На Python, SkyKit Leon, значит, тоже у нас есть набор. Но с большими данными, я последний раз смотрел, он очень плохо работал. Но он подключается к Spark, поэтому, в принципе, задачи решаются. И R – это фреймворк для… Ну, вообще, с точки зрения программирования, он плохой. Его писали статисты. Статистики, математики, они, как мы знаем, программируют довольно плохо. Но эта штука удобная, поэтому что много готового. Значит, еще раз предупреждаю. Вот эти все вещи, когда вы будете использовать, а запомните, какие тут тайминги. Модель можно создать, если в коде 5 строк. Создается модель. Это 10 минут. Обучаются модели. Минуты, десятки минут. Как правило, этого достаточно. Ну, часы – это, я не знаю, опорные вектора, там, не знаю, нейронку прокачивать. Если, ну, вообще там маньяки, то дни можно обучать. То есть обычно десятки минут. Дальше. Оценка качества модели. Даже минуты. Есть метрики Ariandercarve, после Perthalber родилась. Вы измеряете. Суть такая. Вы делаете бинарный классификатор и должны доказать, что он работает, точнее обычного гадания. Да нет, да нет. Я цыганку показывал. Да нет. Если работать лучше, там, на 10%, на 20%, все, эта модель уже годна. Можете в бою выгонять. Это лучше, чем перебор. Это достаточно в 80% случаев. Если вы, там, делаете выборку данных, там, информацию, что это и три, ну, recall precision метрика. Почитайте, что это такое. Это, она индуитивно понятна. Я не стал рисовать, что это такое, но это точность, это выборка. Посмотрите, это метрики у бородатых уже 50 лет. Ну и кросс-валидация. Это тестовый набор у вас и рабочий набор. На рабочем обучаете, на тестовом тестируете. Опять же, никакой магии нет. То есть, это все делается просто. Это все делается буквально за час. Можно получить результат и понять, вы двигаетесь правильно, правильно ли, или нет. В RapidMiner. Ну вот, чем мне нравится. Модель собирается из кубиков. Там несколько сот операторов встроенных для машинного обучения, для статистики. Накидываете, собираете, строите модель, можете учить ее, допустим, подбирать параметры. Вы сказали, эти параметры изменяете в таких-то диапазонах. Система учит и говорит, что именно такие параметры показывают наилучший результат. Строятся графики, которые затратят 1-2 часа. Все. Все. Видите, как на самом деле быстро. Так, теперь рабочее место аналитика. У вас, или вы будете сами этим заниматься, либо вам надо найти аналитика, либо кого-то, так сказать, попросить выполнять его роль. Аналитику надо организовать бурданных, об этом мы поговорили. Минимум программирования. Начинайте без программирования, умоляю вас, иначе закопайтесь на полгода. Дальше. Ставите какой-нибудь инструмент ему, бигдата. Ну, доступ к бигдату делайте ему, админы сделают доступ к этим, к Hadoop на предъюсу, и все, и человек будет занят. Вот это можно за полдня организовать. Все, дальше требуйте модели, чтобы они работали. Чуть-чуть по системам хранения. Где вы будете хранить данные? Вот смотрите. Опять интуитивно сориентирую вас по этим направлениям. Существует несколько лагерей, эти лагеря друг с другом сражаются, и говорят, что они самые лучшие. Ну, классический лагерь, вот, MySQL, MySQL Oracle, это реализационный баз данных. Они говорят, что NoSQL нет, бигдата нет, это все фигня. Мы, короче, были, мы будем, и это правильный путь. Потом ребята, которые NoSQL говорят, нет, реализационный подход – это плохой подход, потому что он слишком сложный, он для небольшого объема данных. Когда данных много, парадигма ACID, атомарность, консистенция, изолирование и durability не работает, поэтому используем NoSQL. Что такое NoSQL? Это набор K-value хранилищ, я просто говорю, соединенных в кольцо. Вот что такое NoSQL. Вы понимаете, что ключ значения операции работает быстро, выборка по диапазону, если с памяти будет работать быстро, все остальное будет работать медленно, он не для этого. То это NoSQL. Но зато много данных можно запихнуть. Вы помните мультик шапочки, когда делали из одной шапочки шесть? Вот это NoSQL. То есть плюсы и минусы свои. Дальше. Коллеги, значит, из лагеря массив-пресс-процессинг MPP, Empala Press, там, основной решив вертика, говорят, что на самом деле направление релекционное правильное, они предлагают ОЛАП-решения, которые работают, тут еще друиды можно писать, которые работают на кластере, преимущество оперативной памяти, то есть их суть, это быстро сделать аналитику по большому объему данных. Присмотритесь к ним. Они работают быстро, но на мой взгляд, они сыроваты еще. Ну и такой, тоже такой, сказать, классический способ, ну как классический, он стал недавно классический. Это SQL-мопредьюс, с помощью Hive, Peak, Hive и Spark SQL можно делать SQL-запросы с парадигмомопредьюс. Я не буду рассказывать, что это такое, просто имейте в виду, с точки зрения бизнеса, это дольше, ну, наверное, стабильнее, чем вот это. Опять-таки, это мое личное мнение. То есть четыре лагеря. Да, поставьте аналитику что-нибудь, пусть делом займется. А там уже выберите, значит, что лучше. Визуализация. Значит, первое, почему я включил визуализацию? Потому что, потому что начинают говорить Data Science, Machine Learning, математика. Блин, чувак, визуализируй данные сначала, а? Настрой графики. Может быть, не надо никаким Data Learning заниматься, не надо заниматься сложными вещами, если ты построишь графики. То есть, первое потребуйте от аналитика или от того, кто будет заниматься у вас этим, пусть человек научится графики строить. Среднее, дисперсии, гистограммочки, пожалуйста, вот это потребуйте. У админов это есть, как правило, у нас. Мнин как Т, посмотрите на FlexDB, это таймсерия с датабаза, база данных на ГО написано, прикольная штука. Если измерений много, можно сжать до трех измерений, до двух. PCI, SVD методы, это из математики, из высшей, снижения размерности. Дальше, короче, графики у админов, я думаю, есть, не будем задерживаться на этом. И первое, что научитесь делать, это гистограммки. Научитесь делать гистограммки. Время загрузки станицы, гистограммка. Время вызов метода API, гистограммка. Время жизни ключей, допустим, это примеры. То есть, на мой взгляд, гистограмма – это офигенно полезная, очень полезная визуализация. Визуализация данных, которая позволяет понять, что у вас там творится, как данные распределены. Если вы сразу будете заниматься машиной опорных векторов без вот этого, вы просто неправильно делаете. Нельзя. Нельзя сначала использовать простые инструменты. Я думаю, убедил. Идем дальше. Кластерный анализ. Кластерный анализ. Зачем он нужен? Ну, когда у вас двумерная плоскость, и вы кидаете шарики, допустим, они рассыпаются и собираются в кучки. Вот эти кучки и есть кластера. А когда у вас трехмерная плоскость, ну, облачка будут такие, да? А когда у вас сто измерений? Сложно, да? Вот для этого существует кластерный анализ. Когда у вас вы собрали вектора, например, частота процессора, загрузка за 5 минут, загрузка за 10 минут, загрузка на 15 минут, low-toverage, за 5 минут, за 15 минут, нагрузка на 10 минут. То есть у вас такие вектора, например, размерностью 50 по серверу, вы их кластеризуете, то есть облачка, сгрузки ищете, и вы увидите типичные кейсы нагрузки на данную машину, допустим. Ну, это вот всякие штуки, какие виды есть. Это, пусть аналитик выбирает, выбираете, комминс выберите, и вам хватит. Значит, кластерный анализ. Ну, вот пример. Основные типы нагрузки на сервер вы увидите. Например, высокая загрузка базы, большая нагрузка на CPU, низкая нагрузка на сеть, либо другой кейс. То есть, зачем это делается? Когда у вас будет много данных, вы не поймете вообще, какие там типовые, так сказать, виды нагрузки на сервер. А так вы увидите. Дальше. Вы увидите типы клиентов API. То есть, если у вас есть API, вы собираете метрки по его использованию, вы увидите, какие типы клиентов есть, и вы тогда будете уже адаптироваться к типам. Вы будете адаптироваться не всем клиентам, миллион клиентов, а именно вы увидите, что три типа есть. Мы на BitX24 делали кастеризацию кейсов использования. Мы увидели, что у нас из всего множества использования BitX24 кейсов всего несколько кейсов есть типовых. Без кластеров анализа это увидеть очень сложно, потому что у вас очень много измерений. Дальше. Виды нагрузки на BDS веб-приложении. Веб-приложение может страшно загружать базу по-разному. Вы увидите кейсы. Виды DDoS и так далее. То есть, поняли, да? Суть. Оценки. Ну, делается просто. Опять-таки, тут час-два, максимум день-два. Это максимум. И у вас готовый кластер. На выходе у вас список кластерных групп. Можно это визуализировать. Метоки качества кластеризации. Ну, кластера должны быть нормальными, не размытыми. То есть, если у вас они как бы делятся. Я понимаю, сейчас математики, наверное, брыжут слюной, кричат, что это неправильно. На самом деле, если кластера видны и четко разделены, этого достаточно. Можно разные метки качества есть кластеризации. Можно мерять плотность, можно измерять количество кластеров, допустим. Если она резко падает плотность, то можно останавливать кластеризацию. Это вы почитаете, но ничего сложного там нет. То есть, должна быть нормальная, четкая кластеризация, понятная. Если она происходит, успокойтесь и не лезьте в высшую математику. Когда данных много, кластеризация работает долго, Каминс работает очень долго. Поэтому, когда много данных, допустим, у нас в парке есть решение, там приблизительные варианты кластеризации используйте. Про это я не буду рассказывать, это отдельный доклад, просто это про векторизацию текста было. Дальше, вот самое интересное, мы как раз пришли к машинам обучения, это классификация. Что такое классификация? Ну, не путать с кластеризацией. Многие путают, почему-то классификация с кластеризацией, не знаю почему. Это разные вещи. Классификация, это мы учим компьютер разделять, например, идет, будет ДДОС через час, не будет ДДОС через час, будет завтра дождь, не будет завтра дождя, спам, не спам. Понимаете разницу, да? Упадет сервер через час, не упадет. То есть, ну, грубо два вида классификации различают. Бинарная классификация, то есть, да, нет. И мультикласса классификация, да, нет, не знаю. Ну, как-то так. Вот. Значит, понятно. Теперь интуитивно, как вы понимаете. У нас есть вектора, мы собрали метрики серверов, допустим, 50-мерные. Наша задача понять, сервер упадет через час или нет. Мы раскидываем точки в этом 50-мерном пространстве. Потом автоматически, то есть, с помощью машинного обучения строится гиперплоскость. Что такое гиперплоскость? Это плоскость, но только в 50-мерном пространстве. Я не знаю, как это понимать. Ну, ну, не знаю. Ну, это вообразить сложно, но это работает. Стройте плоскость. Все. Разделяется плоскость. Если вектор попадает сюда, система говорит, что выучите, что сервер упадет через час. Это сбывается там в 70% случаев. Если попадет сюда, то не сбывается. Вот. Дальше, значит, это, ну, я сейчас начинал все с логистической регрессии. То есть, там она понятна, как работает, и там она работает просто. А дальше появилась машина опорных векторов, методика, значит, и тоже никто не знает, как это работает. Потому что, когда там меняются ядра, когда вы делаете коренные преобразования со стандартного там, со стандартного на какие-то там и новые и так далее, то получается какой-то трэш вообще. Ну, я для себя понял так, что в двухмерном пространстве, да, провести разделение между точками нельзя, в трехмерном пространстве можно. Ну, понимаете, да, проекция поменялась. То же самое происходит в 50-мерном пространстве. Когда вы меняете ядро, там вообще пространство искривляется, вот так вот плоскость все равно проводится. Еще машина опорных векторов просто, она проводит эту плоскость не как попало, допустим, как в реагностической регрессии, а она проводит ее так, чтобы она отстояла, максимально отстояла от двух точек. Вот и все. Вот секрет. Значит, кейсы. Бизнесовые кейсы. Это для примера, дальше будут наши кейсы к эксплуатации. Бизнесовые кейсы. Чарм-рэд клиентов. Найти клиентов, которые скоро уйдут из вашей компании. Найти клиентов, которые хотят платить и готовы стать платными. Найти клиентов, которые купят вашу услугу. Найти, кто готов уволиться. Определить человека пол. Это все кейсы машинного обучения, классификации. Если перейти к эксплуатации, то определить, что скоро, там, через два часа, начнут появляться пятисот ответы клиенту, перегрузка системы. Определить, что там, посыпется соединение с БД. Увеличится время ответа или нет. Перегрузку сервера. Перегрузку БД. Забитие апача запросами. ДДОС. Включено кэширование лет. То есть, вы скажете, а я и так это понимаю. У меня сидит человек и понимает, смотрите, в чем дело. Как мы реагируем на эти вещи. Ну, посыпались ошибки. Ну, давайте апач перезапустим. Давайте там, добавим мощности. Ну, это, так сказать, вы уже ударили лицом в грязь. То есть, уже клиенты поймали ошибки. Дальше вы можете сказать, у меня сидит админ, который смотрит на 20 графиков и у него в голове нейронка работает. Это же тоже нейронка в голове, только биологическая. И он как-то принимает решение, так сказать. Ну, понимаете, один кофе выпил, другой не выпил, третий покурил, у него нейронка начинает сбоить и человек начинает ошибаться. Это большая проблема. То есть, на самом деле, когда у вас куча различных источников информации, да, эксперт может увидеть график и сказать, что-то система неладная, но такие люди дороги, их мало, и они могут не покурить, не успеть. Поэтому машинное обучение может помочь вам. Фактически у вас появляется эксперт, несколько экспертов, которые предугадывают вот это вот ухудшение функциональности системы. Дальше, риски. Определение нормализации атрибутов. Я уже сказал, что никто не знает, какие атрибуты нужны, выберите базовые атрибуты, поиграйтесь, поэкспериментируйте, за полчаса вы найдете их. В рапидмайнере можно даже поискать. Дальше. Фич инженеринг, я уже сказал, что это такое, это черная магия, на кеглкон, кто хочет им заниматься. На самом деле, иногда просто выхода нет, надо заниматься. Иногда, если не работает классификатор, ядро поменяйте, Корнел, помогает. Где это делать? Как и Тлеон, Spark and Oli, в рапидмайнере за полчаса можно без программирования. Еще раз, не усложняйте. Всегда начинайте с простой модели. Я рекомендую начинать с обычного классификатора, классики, бородатой вообще, который придуман, что знает когда, монахом, математиком. Работает в большинстве случаев хорошо. Если его не хватает, попробуйте машину на полунифекторов. Она работает медленнее, то есть учится медленнее, но, как правило, точнее. Вы будете смеяться надо мной, математики могут так пальцем показывать, но это практика. Если у вас уже не получается, поменяйте ядро, поиграйте с ядрами. Если не получается, ну, нейронку попробуйте. Это уже, ну, я не рекомендую. То есть, если вы менеджер, не пускайте людей сюда. Вы потеряете месяцы без результата. Пусть начинают отсюда и заканчивают опорными векторами. Пока. Так, классификация, качество. Опять-таки, показатель Aria UnderCurve, значит, больше 0,5 должен быть. Ну, 0,6. Мы выбираем модели 0,7, 0,75, 0,8. Уже, в принципе, модель считается боевой. Это бинарный классификатор. Если у вас мультиклассовый классификатор, посмотрите Confusion Matrix. Это для детей. Матрица, она понятна, как работает. Посмотрите, вот она, эта матрица. Вы поймете ее. Дальше. Recall Precision сказал, ну, капо, капо-коэффициент, он тоже позволяет понять качество классификатора, но мы его используем. Я не буду описывать его, но это все примитивная математика, вечерка хватит, чтобы понять. И все, то есть, смотрите, у вас есть данные, вы потренировали модель, она научилась определять, зависит сервер через 3 часа или нет. Определили качество модели на тестовых данных, то есть, она у вас живая. Все, в бой. Модель будет работать, как вы уже это увидели, с вероятностью, там, 70% предсказывает, что сервер сейчас зависнет. Или там, например, API начнет давать ошибки. Ставите модель на самое критичное место в вашей эксплуатации, в системе эксплуатации. Все, данные нужно периодически обновлять. То есть, вы сами увидите, раз в неделю, раз в месяц, данные нужно, модель нужно перегенерировать. Вы можете постоянно тестировать качество результатов, начало ошибаться или нет, потому что данные поменялись, все. Как есть анекдот, что да, значит, дизайн главной страницы, изменение цвета на главной странице убивает работу дата-соентистов, команда дата-соентистов. Все. Это верная шутка. Можно цвет поменять, и вся эта логика поедет к черту. Поэтому данные возможно пересчитать. Так. Ну что, регрессия есть еще. А сколько у меня минуточек осталось? 10 минуточек, да? Регрессия. Ну, регрессия на пальцах объясняет, что это такое. Это мы предсказываем циферку. У нас есть метрики, мы собрали метрики. И наша задача предсказать, например, ну, стоимость квартиры, ну, в данном случае, за расход на железо, объем трафика. То есть, вы предсказываете, что в следующем месяце объем трафика будет больше, потому что, потому что у вас есть исторические данные, которые вы собрали. Вы их ввели, вы обучили регрессор, и он предсказывает вам. Ну, то есть, на вход подаются вектора, на выходе появляется циферка. Это объем трафика. Число запросов в капи. Для чего, еще раз повторю, это делается? Вы можете примерно так прикинуть объем трафика, но если вы как бы понимаете, что интуиции доверять вредно, если у вас есть данные по трафику за какое-то время, вы тренируете регрессор, и потом он вам более точно предскажет, объем трафика, вот используют для этого, для этого в том числе, объем прогнозирования расходов на железо, прогнозирования выхода из строя дисков, да в различных кейсах используют регрессию. Ну, я думаю, суть вы поняли. Регрессия, ну вот из бизнес-кейсов приходит клиент, вектор, пришел клиент, собрали за неделю по нему счетчики. Система регрессор говорит, что деньги, которые принесет компания от клиента, они высокие. То есть, этот клиент для вас, вы видите математически, что он очень перспективный, вы не знаете почему, но так показывает модель, и она ошибается в всего 20% случаев. Вы говорите, оп, этот клиент нам нужен, все, работаем с ним. И удерживайте его. Реализация регрессора. В Spark и Monleby, когда мы смотрели, мы решили регрессор, нормально там, но в скакетлюне он есть. Вообще, как бы, этот алгоритм простой, его можно запрограммировать на Python 20 строк, поэтому, я думаю, сложности не будет. Так, заканчиваю уже. Дерево решений. Еще один интересный алгоритм, это когда бизнес говорит, вот смотри, вот сервер зависает, да, или API начинает тормозить, и ты научился предсказывать это, и довольно точно. А теперь объясни мне, как эта штука работает, почему он зависает? Дерево решений позволит вам понять, какой атрибут из этого вектора, метр, который вы собираете, влияет на, например, выход из строя API. Допустим, увеличивается нагрузка на процессор, уменьшается нагрузка на диск, и там, допустим, начинает гз-образно работать трафик. И это, как бы, предвестники того, что сервис выйдет из строя. Математика определила это, вы ее научили, и в 80% случаев она не ошибается. Все. Дерево решений позволит вам увидеть, оно и всегда работает, к сожалению, дерево решений, специфический такой алгоритм, но там можно менять параметры, можно менять вот этот вот, ну, настройки, я не буду сейчас углубляться, в общем, поиграть с ним, в RapidMiner можно поиграть, за полчаса, в общем, найти и понять, почему, допустим, сервис зависает через полчаса. Теперь стратегии заключения. Итак, ну, нас учат, что предиктивный мантиньс, это позволяет, то есть, когда, допустим, у вас все упало, и вы пришли чинить, ну, это большая стоимость, потому что вы потеряли большой удар по репутации, дальше, если вы, значит, мониторите все, да, мониторите все, и когда падает, вы сразу чините, не когда вам клиент звонит, да, я же звонит им по башке, прибежал с битами, приехали, да, к вам разбираться, когда у вас мониторинг стоит, это реактивный, да, подход. Предиктивный мантиньс, это когда вы заранее, то есть, вы заранее предсказываете, когда система выйдет из строя, она еще не вышла из строя, но вы уже знаете, что серверу стало плохо, и через 3 часа с большой вероятностью он начнет тупить, в этот момент вы вмешиваетесь, начинаете смотреть блоги, и начинаете принимать решения, вот что это такое, стоимость падает, поддержки, вот, ну и в конце, а это уже, когда вы не только прибежали, посмотрели, а вы ищите причину проблемы, исправляете ее, суть, то есть, уже научно подходите, вы ищете причину, то есть, вы ищете, сделайте так, чтобы второй раз на эти грабли не наступать, вот суть этого графика, еще графика интересная, это вы можете, ну вот, тратите, значит, мало денег, система падает, тратите много денег, система не падает, ну понятно, вот, и здесь вот вы можете, то есть, это стоимость восстановления, тут ищется оптимальная кривая, то есть, ищется минимум, минимум в данном случае, когда вы и тратите деньги, деньги немного меньше, и при этом система работает с очень стабильностью, то есть, я хочу по этому графику немножко отметить, что, когда вы модели тренируете и подходите научно к проблеме эксплуатации, то они заменяют вам большое количество людей, большое количество мозгов на вот такие рутинные операции, фактически у вас получается, там, допустим, пять моделей, в BX24 мы тоже используем модели, это немножко для других задач, но принцип такой же, у вас как бы такой робот, который следит за системой, который позволяет вам заранее узнавать о проблемах и сминимизировать ущерб репутации, поэтому фактически вы компьютер натравляете сам на себя, он сам с собой сражается и на выходе качества, в итоге, когда вы научитесь это делать, и, как я сказал, затраты там небольшие, там не нужно знать глубокую математику, надо просто начать это дело внедрять и смотреть, и правильно измерять, вы увидите, что людей стало меньше, качество системы повысилось, вы видите гораздо больше, фактически вы как бы обложились радарами, которые немножко заглядывают в будущее. Поэтому, вот, выводы, я думаю, все, давайте выводы прочитаем, натравим компьютер на него самого, все считаем, не полаграммите на интуицию, измеряем, делаем несколько моделей, запускаем в бой, измеряем их качество, не усложняем ничего, действуем превентивно, сокращаем расходы на устранение аварий, опережем конкуренцию по качеству эксплуатации. У меня все.